Каждый из этих ребят умеет находить язык общения со сверстниками и взрослыми и может научить этому своих друзей. Но главное рассказать, что делать, если попал в трудную ситуацию и не знаешь, к кому обратиться. 8-800-2122. Звоните, здесь вам помогут всегда. 11 цифр доверия. Через игры ребята знакомятся с работой службы и показывают, что рассказывать о своих переживаниях не стыдно. За 12 лет своей работы Краевая служба доверия получила более 400 тысяч звонков. Страхи, тревога, неудачные оценки, проблемы в школе и дома, неуверенность в себе, обиды. Обо всем этом дети и подростки могут поговорить с консультантами-психологами. Но главное попросить помощи в безвыходной ситуации. Если речь идет о жестоком обращении, о насилии и консультант понимает, что ребенку необходима помощь, выходящая за рамки телефонного разговора, мы эту помощь предлагаем. Если ребенок готов назвать свое имя, назвать свое местоположение, где он живет, мы оформляем этот сигнал и дальше мы сигнал передаем в учреждения профилактики. Это опека, КДН. К сожалению, иногда случается, что самые близкие, те, кто должен защищать и оберегать, становятся главной угрозой. Маленький, что случилось? Где родители? Где, мой хороший, кто есть? Сейчас мать, которая выгнала своего пятилетнего ребенка в 20-ти градусный мороз на улицу в Шилоболихинском районе, приговорили к четырем годам колонии общего режима, а ее сожителя к четырем и шести годам строгого режима. А это кадры из села Романово. Там школьники в апреле этого года толпой избили сверстника. Участникам драки нет и 14 лет. К уголовной ответственности их привлечь нельзя. При этом известно, что юные буллеры так и не извинились перед пострадавшим. А вот участники сегодняшнего мероприятия знают, как предотвратить ситуацию буллинга и помочь ближнему. Подойду, скажу, перестаньте его трогать, отведу его, поговорю с ним спокойно. Он расскажет, что там проблемы. Предложу ему позвонить на телефон доверия, он тут поговорит. Но для того, чтобы телефон службы доверия звонил как можно меньше, рекомендации от родителей проста – слышать и слушать своего ребенка. Всегда разговаривать, общаться и понимать, какие проблемы ребенка беспокоят. Потому что не всегда ребенок рассказывает о проблемах. Поэтому нужно общаться не только с ребенком, но и со школой. То есть и с друзьями его периодически, чтобы понимать, какие у него проблемы. А мы напомним, что единый телефон доверия работает и для детей, и для взрослых. 8 800 2 122. Мария Мацайова, Михаил Филиппов. День с толком.